Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые телезрители, мы снова в центре Сангеть, меня зовут Майкл Мелехов, рядом с нами сидит Джозеф Розенберг, экономист, финансист и председатель клуба Здравого Смысла, человек который формирует бюджет семьи и сразу перейдем к делу. Первый вопрос, Джозеф, во-первых, здравствуйте. Во-первых, здравствуйте дорогие слушатели и зрители, здравствуйте Майкл. Здравствуйте. Ну, приехали мы сюда или решили создавать бюджет семьи. Неважно где мы проживаем, правильно? Мы сейчас говорим не только о бюджет семьи. Речь не идет о том, что его не надо создавать, значит это все равно, что это как воздух, понимаете? Человек может сказать, что у него нет бюджета, а он есть. Речь идет о том, что вот в нашей стране может быть более чем в какой-то другой люди настроены на то, чтобы иметь свой собственный бизнес. Людей, которые получают зарплату здесь, ну, то что не больше 50% это точно. То есть остальные работают, как говорится, сами на себя. Вот живой представитель, я за скоро уже 30 лет ни разу не получал ни от кого зарплату. И чувствую себя великолепно. Но дело в том, что... Да. Дело в том, что есть такая расхожая притча, которая гуляет по интернету, но я ее слышал очень давно, который говорит о том, что когда у одного миллионера спросили, что он может рассказать о своих миллионах, он говорит, да я вам за каждый миллион могу отчитаться до цента, кроме первого. Кроме первого. То есть сложно заработать первым. Очень... Вот такое понятие, что старт мани, такое понятие, что вот первые деньги, которые на раскрутку, это всегда, это сложно. Я не буду говорить о том, что это какие-то, так сказать, там, нелегальные способы, мы это оставим в стороне. Но вопрос заключается в том, что, вот скажем, в данном, в Америке, я это многократно говорил, брать, получить займ на несколько миллионов, у вас тысячи людей готовы вам это предоставить. Взять там 100 тысяч, их уже количество сократится там, наверное, в 10 раз. Но 50 тысяч вы практически нигде не возьмете. Даже то, что банки анонсируют, есть такая программа для малых бизнесов, вот, то там получить такого рода деньги всегда очень сложно. И, зная эту ситуацию, значит, я показываю для моих людей, каким образом эти деньги можно получить и получать все время наращивая, используя кредитные карты. Окей. Значит, с чего мы начинаем? Да. Но здесь получается, знаете, такое, как это называется, замкнутый круг. То есть, когда мне нужны деньги, у меня нет истории, а когда у меня есть история, я уже сам разберусь с деньгами. Ну, это как у человека нет работы. Он говорит, так далеко, у меня нет машины. А почему-то нет машины, так на машине надо же деньги, у меня же нет работы. Заколдованный круг. Каким-то образом, значит, надо идти одалживать деньги. Ну, на самом деле, в Америке этот вопрос как раз с транспортом решен. Это не страшно, потому что можно взять машину и не класть никакой первой даунпреймент. Поехать на троллейбусе? Ну, это сложно. С общественным транспортом проблемы. Ну, давайте вернемся, товарищи, к сути. Так вот, речь идет о том, что в Америке массе вещей учат. Это целая индустрия, которая крутит миллиардами. Вас научат делать все, что хотите. Но практически нет никаких руководств по ведению бюджета. Почему? Ну, и во всем этом есть прямой резон. Для тех людей, которые выросли здесь, на этой земле, понятие семейного бюджета – это уже вопрос традиции. Их не надо учить, они это знают. Они знают от дедушки, от папы. У них у каждого есть свой бухгалтер, который тоже дед. У меня был пример, когда, скажем, меня пригласили на праздник в семью. И там сидело три поколения бухгалтеров, которые работали для этой семьи. Был такой старенький дедушка, был пожилого возраста мужчина. И был достаточно молодой, там, 35 лет парень, который продолжал для этой семьи работать как бухгалтер. Так вот, это и их забота обеспечивать, как этот бюджет функционирует. Для людей, которые приехали, особенно из Советского Союза… Которых нету даже одного поколения бухгалтеров. Даже поколений. У нас нет традиций, даже не вопрос поколения, традиций. Но дело не в этом. Давайте скажем так. Мы сегодня говорим о начальных деньгах. Так вот, для того, чтобы эти деньги получить, очень важно, знаете, как говорится, «дорогое яичко крестово днём». Так вот, или там, «дорога ложка к обеду». А вот если кто-то ещё одну поговорку мне подскажет, тому будет бонус. Так вот, очень важно эти деньги получить в тот момент, когда они мне нужны. И вот существует технология, которая позволяет достичь уровня «intelligent customer», о котором мы говорили в одной из наших предыдущих передач, не за 5-10 лет, а за один год. И вот, когда мы вот этот путь проходим, то мы уже имеем возможность получить доступ к финансированию именно тогда, когда нам это нужно. Когда, вот скажем, прошёл первое время там на адаптацию какую-то, и потом уже пора, допустим, купить трак, вернее, там, большегрузный автомобиль для того, чтобы работать. Может быть, вложить деньги в какой-то бизнес. Не надо далеко ходить. Вот у нас же такая практика. Вот видно объявление. Требуется опытный автомеханик, и обязательно будет написано «со своим инструментом». Вы не придёте на работу, скажем, механикой, и что вам кто-то даст инструмент. У каждого свой инструмент. Есть какие-то общие там подъёмники, там, тестирование, агрегаты и так далее. Но вот эти вот гаечные ключи, отвёртки и так далее, всё у человека должно быть своё. И это очень важно в нужное время получить эти деньги для того, чтобы не отставать в соревнованиях с американцами. Потому что мы здесь, самый главный продукт, который здесь продаётся, ну, в принципе, я напрасно говорю здесь, во всём мире. Мир – это такой же маркет, и всё, что у нас происходит, происходит в других странах, просто оно может иногда по-другому называется. Так вот, самый главный продукт – это мы сами. Это мои знания, мои навыки, мои руки. У кого-то какие-то, так сказать, голова. Вот, поэтому очень важно, чтобы, скажем, ваши знания и ваши навыки, их могли купить, а для этого очень часто нам нужны деньги. Давайте сделаем одну паузу, я хочу осмыслить то, что вы сказали. Сказанное. Да, сказанное. Нам нужны деньги для того, чтобы их куда-то вложить. Для того, чтобы начать свой бизнес, для того, чтобы купить оборудование, для того, чтобы меня приняли в команду, понимаете? Ну, не надо далеко ходить. Вот, допустим, есть такой бизнес, там, люди делают пиццу, любимый мой продукт американский. И вы можете стать партнёром этой организации, принесите туда 50 тысяч, и вы станете совладельцем этой компании в определённом проценте. Часто у меня к вам такой вопрос. Дело в том, что мы всё время говорим о том, что мы можем взять взаймы, мы можем открыть какую-то карточку кредитную, но для этого, я так полагаю, кроме того, что мы проговорили в прошлых передачах о том, что мы должны ещё какую-то кредитную историю иметь, мы должны какой-то иметь заработок для того, чтобы нам дали вот это финансирование. Но предполагается, чем больше размер, скажем, суды, которые мы берём, тем больше, я так полагаю, процент, который мы должны за неё платить. Или это не так? Процент, давайте скажем так, процент – это результат успешности торговли вот этого банка, у которого мы занимаем деньги. Если он успешен в своих финансовых продуктах, он даёт не меньший процент. Если он неуспешный, он даёт хуже процента. Вопрос, скажем, больше касается другого, что можем ли мы получить эти деньги. И поэтому моя задача, когда я работаю с бюджетом семьи, сделать так, чтобы те кормильцы, которые формируют бюджет, у них всегда был, в любой момент, чтобы у них был доступ к займам. Вопрос количества денег, оно носит уже, так сказать, прикладной характер, потому что никто не берёт деньги просто так. То есть люди берут деньги с определённой целью. Поэтому тут трудно говорить о том, что… На процент крайне редко обращаю это внимание. Потому что если… Любой займ, он должен быть целесообразен. Понимаете? И если он целесообразен, вот как мы всё время говорили, и 50% может иметь смысл брать, если я зарабатываю больше. Хорошо. Так какое же у нас резюме? Резюме очень простое. Никакому новичку, ни в какой стране банк не хочет дать, не хочет давать деньги. Он не хочет риска. Между прочим, вы сразу перестанете испытывать к этому какие-то негативные эмоции. Стоит себя поставить на позицию банка. Потому что вы рискуете своими деньгами. Но мне от этого не легче поставить себя на позицию банка, которая мне не хочет отдать деньги. Согласен. Поэтому, по большому счёту, у нас нет выбора. Либо мы деньги должны найти в своём кармане, либо мы должны обратиться к кредитным картам. Но для того, чтобы кредитные карты не стали короткой дорогой к банкротству, мы должны понимать одну простую вещь. Что я могу пользоваться спокойно кредитными картами при одном маленьком условии. Я не должен использовать из общего лимита кредитных карт больше, чем 30%. Если я эту пропорцию соблюдаю, я всегда буду иметь деньги, всегда буду иметь их под низкий процент, и всегда буду иметь возможность этот лимит увеличивать. 30% это такая, скажем, цифра общая для всех банков, для страны? Я думаю, что да. А если это будет 35%? Мы не получим тогда ничего? Дело не в этом. Во-первых, речь идет о колебании. Конечно, 35% и 40% и 50% это тоже, если вы вовремя погасите полный долг. Но если вы долг платите годами, он не должен выходить за эти 30%. Но по большому счету, если следует правильной технологии, то загрузив карты на вот эти 30%, вы же должны продолжать открывать новые. И поэтому, как бы у вас не работали эти карты, вы эти 30% с каждым месяцем, этот процент будет только уменьшаться. Давайте мы поясним. Вы говорите, открывать новые карты, имеется в виду для чего? Вот, перекидывать, вот подходит время платежа, который нам дали банкам нулевой процент, к примеру, да? Миша, это уже вопрос технологии, и мы, может быть, на эту тему отдельно поговорим. Мы сегодня говорим, в общем, такой, знаете, вид сверху. Хорошо. Так вот вид сверху говорит о том, для того, чтобы мне иметь возможность себя финансировать, чтобы мне не надо было, так сказать, на коленях ползти к банкиру и просить его деньги, и не быть уверенным, чтобы он мне даст. Есть только один источник в нашей стране, где я могу гарантированно получать себе деньги, приведя свои кондиции на уровень, скажем, Intelligent Custom. Не надо далеко ходить, я вам просто пример приведу. Вчера были у меня мои клиенты, которые, ну скажем, они уже много лет со мной работают, и мы с ними проводили там очередное ревью, и я сказал, когда в последний раз вы открывали кредитные карточки? Они говорят, в ноябре. Ну давайте мы сейчас еще раз откроем. Так вот, эта пара, это поляки были, они ушли из моего офиса, положив каждый в карману по 30 тысяч долларов. Почему? Потому что, начав свое время работать, они подняли уровень своих кредитных карт на уровень 25-30 тысяч. И поэтому, скажем, тот долг, который у них на сегодня мог быть на кредитных картах, я не знаю. Его процент сразу уменьшился, потому что, ну скажем, если 5 тысяч в сравнении с 10 тысячами, это 50%, то 5 тысяч в сравнении с 20 тысячами, это уже 25%. То есть, не выплатив ничего, я фактически снизил процент долга. А система анализирует мои телодвижения в этом деле не по объему цифр, объем для них ни о чем не говорит, а именно по динамике, по проценту снижения моей задолженности. Спасибо, Джозеф. Дорогие друзья, ну, я полагаю так, что может быть по первому разу достаточно сложная информация. Вопросов много наставили, да? Да, да. Не только много вопросов, но информация, она достаточно сложная для восприятия, поскольку, еще раз... Майкл, можно раз перебью? Да, конечно. Сложность в этом материале только одна, поверьте моему многолетнему опыту. Сложность заключается только в одном – ее простота. Нормальный человек не предполагает, что что-то серьезное может быть дешево, легко, доступно. Потому что то, что я сейчас сказал, оно укладывается, скажем так, на ABC. Я сказал простую вещь. Мы сегодня должны ориентироваться на возможность себя профинансировать. Что в этом сложного? Ничего. Ну, хорошо. Тогда с оптимизмом, глядя в будущее, то, что сказал Джозеф, это очень и очень просто. Как... Оптимизм – это отличительная часть советской молодежи. Это... Мы должны смотреть в будущее и идти правильной дорогой. Товарищи. Да. Хорошо. Спасибо большое, Джозеф. Дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Спасибо за внимание, что вы с нами. И если, опять же, будут вопросы, то... Пишите. Пишите. И у нас есть Skype SunGates 1.08. У нас на... Точнее, у вас на экранах будут наши телефоны. Вы можете позвонить в любое время. Оставьте свои комментарии и замечания прямо на YouTube, если они будут у вас. И... А также на Facebook, поскольку эти программы будут выставляться в этих... В сетях. В социальных сетях. Совершенно верно. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...